Эта история шокировала весь Дагестан. О суицидах школьников под влиянием смертельных игр и аниме-культуры люди слышали, но точно не ожидали, что это произойдет здесь, в Горном ауле. Ученица седьмого класса Шемель-Калинской школы покончила жизнь самоубийством. Все произошло, пока мама в другой комнате укладывала спать младшего ребенка. Во время доследственной проверки среди вещей девочки нашли эти записи. Судя по ним, школьница увлекалась аниме на этих листочках. Она рисует персонажей из фильмов, себя навыселится и пишет имена тех, кому желала бы смерти. Мы школу разобьем, учителя повесим, зауча убьем, а директора заставим контрольную писать, а если не напишет, придется расстрелять. В школе девочке дают положительную характеристику. Она училась хорошо, была активисткой, никаких изменений в поведении тоже не было, говорят учителя. Класс довольно-таки был сложный. Часто приходилось в целом с ними работать. Но именно на эту девочку никогда ни от кого из предметников вообще никогда не получала никакие запросы. В целом эта девочка и по наблюдениям тоже вообще никогда не вызывала беспокойства в ее адрес. В конце апреля провела в этом классе я последнее тестовое задание на ригитность. Как раз таки именно там можно было определить все. Вчера тоже я разбирала все эти тесты, которые я проводила с 71 класса. Вот каждый пункт, каждый вопрос, каждый ответ я ищу, где что я упустила. В том-то и дело, что нет такого, к чему бы придраться вообще. Кто виноват и какую роль сыграла в смерти девушки, ее увлечение решать экспертом. Следственный комитет республики проводит проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Следователи отмечают о причинах. Говорить пока рано. С момента трагедии прошло два дня. Конечно, для меня было не столько удивительно, а шоком даже можно назвать, потому что девушки характеризуются положительно. Вчера был у нас последний звонок. Мы провели этот последний звонок. Многие со слезами на глазах. Девочка из неполной семьи, но неблагополучно ее не назовешь. А матери, опрошенные на месельчане, отзываются хорошо. Говорят, хоть и одна выхаживала троих детей, но воспитывала достойно. И, соответственно, она не стояла ни на учете нигде, ни... Они были на учете как семья, как дети, которые без отца. А мама там очень адекватная, спокойная, знающая все азы воспитания. Можно ли винить во всем случившемся анимационные фильмы? Специалисты отмечают, что это лишь вершина айсберга. Проблема кроется намного глубже. Суицидальное поведение присуще подросткам. Сначала им кажется, что их никто не понимает, а после решают, что это с ними что-то не так. Сначала человек хочет пить. Когда человек хочет пить, он еду не ищет, он ищет воду. Если ребенок уже сфокусировался на проблеме, на непонимании, следовательно, он из интернета выискивает то, что подпитывает его правоту. Эксперты говорят, важно заранее подготовить детей и объяснить ребенку еще до подросткового возраста, что он может столкнуться с депрессивными настроениями. И главное донести, что их важно и можно пережить. По теме от Ханапова, Магабид Магомедов, Новости ННТ, Унцикульский район.